Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Жорж-Антуан Рожгрос. Французский художник, один из наиболее оригинальных и самобытных живописцев своего поколения. Родился в Версале 2 августа 1859 года. Учился в Париже у Жюля Лефлера и Гюстова Буланже. Дебютировал на парижском салоне в 1882 году с картиной «Император Виттелли» на улицах Рима. В дальнейшем многократно выставлял свои картины на салоне, получая за них награды и премии. Наиболее известная картина Рожгроса «Рыцарь цветов» хранится в музее Арсе. Картина Рожгроса «Перепелинный бой» в 1889 году, он ее написал, была приобретена российским коллекционером Третьяковым, младшим братом Павла Третьякова, Сергеем. Входил в состав его собрания живописи. Ныне она в фондах музея Пушкина в Москве. В 1882 году Рожгрос получил офицерскую степень Ордена Почетного Легиона. Помимо живописи художник много занимался книжной иллюстрацией, а позднее рисовал рекламные постеры, начавшимся создаваться кинофильмом. Был женат. Его супруга Марии Рожгрош скончалась в 1820 году. После этого живописец переехал во французский Алжир. Однако, незадолго до смерти, вернулся в Париж, где и скончался. Был похоронен на Парижском кладбище Монпарнас. Некоторое время учеником и помощником Рожгроса в Алжире был Роже Бесьер, в дальнейшем достаточно известный французский художник. В творчестве Рожгроса причудливым образом сочетались два, казалось бы, несочетаемых начала, характерных для академизма интерес к античности и востоку и новейшие достижения импрессионизма в последующих направлении во всем, что касается его манеры письма. Как я уже говорил, он скончался в Париже 7 ноября 1938 года. Вот так вкратце из приводной Википедии о французском художнике, который был один из наиболее оригинальных и самобытных живописцев своего поколения, Жорж-Антуан Рожгрос. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.